Историческая программа «Сделанная Вяткне» в эфире. Добрый день, меня зовут Владимир Сметалин. По традиции в студии я нахожусь вместе с Евгением Питуниным, историк, краевед, руководителем Музея инженерных наук и АТГУ. Сейчас просто музей. Музей просто. Просто музей наук. Или просто музей решения. И вы решили ли инженерную наук? Это часть составляющая общего музея АТГУ. Ну и президент Риадского ретро-клуба. Добрый день, Евгений Альбертович. Добрый день. Вот весной это началось, мы все вспоминаем, а бывали когда-то ранее, такая холодная. На вашей памяти есть такие периоды? Да, есть. Холодов продолжительный. 79-й год, я пришел из армии 12 июня, а 9 июня цвели яблони на бульваре и снегом их засыпало. На Октябрьском проспекте? На Октябрьском. Но все эти цветущие ветки с цветами были погребены. Сегодня в Москве снег. Так что следует готовиться? Опять будут депутаты Госдумы писать, что это... Кто-то там, наш неприятель использует какое-то климатическое оружие, может быть. Но это, кстати, не слухи. Было, было. Действительно, были такие разработки климатические, войны, когда в определенной точке планеты можно устроить нехарактерную совершенно погоду для этого региона. Да, и уж Оля бывала раньше, в 70-е годы. Ждешь, ждешь, чтобы на веле отдаться. А не ухлый думаешь, вот сейчас вот, а там на половину июня... И так обидно, и так горько, что не удалось реализовать свои планы. Кстати, ключевое слово уже Евгений Альбертович произнесся. Если вспоминать наши прошлые программы, сделанные вятки, то много из них мы посвятили транспорту разнообразному. Ну и транспорт еще можно охватывать, начиная с Бужевого, когда-нибудь мы к нему подойдем. Мы говорили в истории общественного транспорта, мотоциклов, такси, личного транспорта, да. А сегодня тоже у нас такая транспортная тема, вполне себе уместная для сегодняшнего времени. Велосипеды, именно про велосипедные движения мы с вами хотели поговорить. Да, у нас все-таки уже мотосезон стартовал, и велосезон тоже стартовал. Да, что-то как-то незаметно. Вот я собирался поучаствовать, даже было рвение за месяц, а потом, видимо... В мотосезоне? Да, в велосезоне, 27-го был пробег, а то ли не погода была, а то ли я был где-то, или в интернете слабо было озвучено, в общем, не удалось. Я был с удовольствием. Велопробег вы поучаствовали бы, ну, да, он уже позади, но все-таки мы оцениваем в историю велосипедизации, так сказать, нашего города окунемся. Ну, поехали. Вот сразу же хочу заметить, вы автомобилист, да, сейчас в основном передвигаетесь рулем автомобиля, вас раздражают на автомобиле, на мотоцикле и на скутере. Ну, пытался на велосипеде в прошлом летом, раздобыл я Харьковского завода, спортивный велосипед, вот у гаража покатался, но как-то это... Олени по животу стучат, поэтому все-таки руль, наверное, надо прямой, но ехать могу. Ну, вполне очевидно, что велосипедистов становится в нашем городе все больше и больше, и старый млад, собственно, занимается этим. И меня, конечно, очень беспокоит, что многие велосипедисты правила движения нарушают. Да, это всегда было. И переезжают, а не переходят, собственно, переходы пешеходные. Парадоксально, что в 60-е годы, когда машина раз полчаса там ехала по улице, а да, там редкий грузовик и троллейбус в желто-сине, и то полно было, особенно летом в ДТП сводок, что велосипедист попал под автобус, попал под грузовик. То есть, как-то и... Даже несмотря на то, что движение было тогда... ...чего-то было традиционное. Менее-менее интенсивное. Конечно, там же вообще вот. Ну, в историю поехали. Давайте, мы с самых истоков, собственно, с появления... Конечно, давайте уже с появления 20-го века. А велосипед, наверное, на Вятке появился. Есть статей, масса статей об истории велодвижения, спортивного велодвижения, вообще велосипедов. Вот я когда-то приглашился еще в газете автомобильной этому делу. Ну, будем считать, что все начало зарождаться в начале 20-го века. Вот что странно, на всех старинных фотографиях Вятки, вот сколько я не пытался смотреть, я не нашел велосипеда с большим колесом. Вот этот легендарный паук, который, ну, видимо... Большой, с передней колесой два маленьких. Да, одно маленькое или два маленьких, которые надо было трогаться со специальной подставки. Вот, может быть, они и были, но вот почему-то в аннах не осталось. Ну, конечно, Вятки видели и в ЦИР, это и велосипеды, и вообще вот на фотографиях представляли, видимо, в газетах, что они есть. А в основном велосипеды стали появляться уже довольно традиционные по сути своей, то есть так вот... Вполне приближенные к современному велосипеду. Ну, да, просто у них не было крыльев, меньше было сервиса, какого-то, естественно, их не было переключало скоростей, но это был обычный велосипед, рама, педали, цепь там. Вот, появлялись они довольно массово. В 908 году уже числилось где-то от 150 до 200. Это только официально зарегистрированные в Вятке мотоциклов. В Вятке. Ну, кстати, да, их нужно было официально регистрировать, получать номерной знак. Да, да, мы упоминали, да, что первый, один из первых байкеров у нас был фотограф, он же был велосипедистом и участвовал в велосоревнованиях. Их-то, то есть, видимо, он поддерживал спортивную форму, а точнее интересовался всеми новинками. Но, конечно, консервативная Вятка, она очень-очень негативно относилась к велосипедам. Они в меньшей степени, чем автомобиль у купца Лапцева или мотоцикл, там, они, но, тем не менее, они пугали лошадей, особенно, когда ездили, рулили плохо лошади. Не знали, что это за чудо-юдо железное, едят, метались, писали люди жалобы. Вот, и еще был такой второй нюанс, особенно, он касался женщин. То есть, сами понимаете, что, например, для верховой езды в ту пору для женщин было специальное дамское седло, на одну сторону ноги и прочее, там, на нем, ну, теоретически можно было ездить, но я вот не представляю, как бы я в нем ехал. На велосипеде все-таки немного в другой позиции приходилось ездить, поэтому уже, там, в городе Парижу, там, разрабатывали шаровары специальные для велосипедной езды, там, и, да, были буклеты, там, и это прайсы, ну, цены, сколько это стоит. Но представьте себе, в Вятке, например, в 908 году даму в шароварах, тут. Ну, это из ряда вон выходящие. Да, и в деревню куда-то, поэтому вот процесс тормозился, и были всякие разные ухищрения, то есть, и это эти, были ремешки, которые могли подвязывать длинную юбку, а вообще считалось неприличным выше ботинку, юбку поднимать, там, это уже, там, да, щеколотку показать, это уже считалось неприлично. В общем, женщина на велосипеде была таким явлением письма. Но, тем не менее, ездили, ездили, показывали результаты. У нас, вот, яхт-клуб, например, он популяризировал и, как бы, пропагандировал велодвижения, были велопробеги, был знаменитый велопробег, вот он написан у Антона Косанова до города Слободского, когда полицейские замели всех участников велопробега, не поняв, что это, они с красными лентами приехали, чего хотят. И, якобы, на обратном пути они курею в Слободском подавили, на радостях, там, рванули, что их выпустили из полиции. Что-то мне это напоминает, что по любому поводу в участок сейчас в России тащили и тащат, и все. Это примерно какой год, напомните? В 1908-1910-е годы. Но все-таки это был удел избранных. Велосипед он был до революции, это было чудо, чудо-юдо. Стоил он от 200 до 400 рублей, когда зарплаты были в двухзначных цифрах, 20-40 рублей. Но и первые велосипеды у нас все-таки были импортными производителями? Ну, не обязательно. Например, вот наш завод, нынешний Авито, он когда-то назывался 32-й завод, а еще раньше он назывался завод ДУКС. И он производил великолепные велосипеды Марк и ДУКС. Вот, можно было купить. Ну, конечно, и было и вторичное время, наверное, все это и Вятка не такая богатая покупали, но... Сможно было поддерживать, да? Вот самое интересное, что сейчас где-то в сарае вполне мог там сохраниться один из ранних велосипедов, потому что время от времени они не всплывают, но тем не менее стали ездить, и Вятка не осталась в стороне от мирового велодвижения. Вот, ну, 200, 300, 400 человек, это уже немало. Надо было, как вы говорили, номера, с одной стороны гоняли и пытались привлечь, чтобы все регистрировали, а надо было сдать экзамен, то есть проехать по прямой. Экзамен был в десятые годы двадцатого века такой, надо было проехать по прямой, надо было проехать восьмерку и, значит, скачать с велосипеда, затормозив там, спрыгнуть, и не упасть при этом. Выполнился, три полицейских, вот, три этих самых городовых мордатых смотрели, а вот, кто-то сдает, конечно, спецслужбы, там, ГИБДД не было. Потом выдавались бумага, о том, что человек прожил в судах, да? Бумага, свидетельство, да, оно было всего лишь на год, а потом надо было, вот, что можно было разучиться. А требования спереди какое-то освещающее устройство тоже, по-моему? Не знаю, нет, по-моему, это механическим средством передвижения, на велосипеды не распространяется. Но, тем не менее, входили они и в правила дорожного движения наравне с гушевым транспортом, то есть приоритет был пешехода, потом вело и лошадей, а потом уже всех остальных. Слушай, а где ездили-то? Дорог-то ведь толком не было. По-моему, сто лет назад. Ну, а что, лето? Ну, рассказать, дороги, они были, машин не было, машины не разбивали дороги, а всегда было уютно. Вот, я думаю, до Слободского, как они на пароме переехали, а потом дамбы тоже не было, вот, тихонечко-тихонечко. Я однажды в седьмом классе подвиг совершил до Зонихи, но к этому мы подойдем, до Слободского они не дотянули асфальту всего лишь, а там доехали по бездорожью. Конечно, трястись по Булыжной улице Николаевской и нынешней Ленина, это, наверное, тут весьма ощутимо. То есть после езды на велосипеде, это много часов, я думаю, в организме, последствия этой тряски ощущались. Но охота и познание вот такого нового вида транспорта, они все-таки... Там и Лев Толстой держали вверх, да. И позже у Есенина, там, помню, да, уже в 20-е годы, что христианин, знаменитый стих Есенина, христианин задумывается о штуке, катающейся между ног. И учительница у нас с разговоркой поправила, это о велосипеде. А мы и не задумывались, мы так и полагали. Тогда, ну, это уже было в 20-е годы, а велосипеды, конечно, изъяли длину штармии и в Первую мировую войну. Велосипедов это тоже коснулось? Конечно, потому что были целые подразделения, роты велосипедистов, назывались самокачи. Вот служба была не лег, а тренеров и жесткие, но, тем не менее, в Первую мировую войну использовались. Ну, а потом, конечно, все крутило, завертелось, но нельзя было отстать и советскому государству от велодвижения, поэтому в 20-е годы снова начали создаваться велоклубы при Осавиахим, при каких-то там спортивных организациях. Ну, наверное, до Второй мировой войны денег на велосипед не найти, это уже смотрели на человека, это, я не знаю, как вот вертолет, собственно, сегодня имеет, или там яхту с парусами на ветке. Вот, наверное, уровень такой был. Ну, были, были и до войны, конечно. Вот, даже если смотреть фильмы, где-то в полхозах, там где-то почтальоны на велосипедах, вот, я сомневаюсь, что у нас это было сильно распространено, но сказать, что их не было, я не берусь до войны. Вот, тем более заводы уже советские производили, и Пензенс, и Уральс, и завод, там велосипеды, и Московский завод был, и Минск, и велозавод. То есть, страну велосипедами снабжали. Причем на любой возраст уже были рассчитаны велосипеды? На любое, да, практически. И были и детские велосипеды, потому что есть фотографии с велосипедями. Ну, вот наступила Великая Отечественная, и после войны поехали с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна Лимония, сплошная чемоданья. Если чемодан там вез с чем-то, и с Родионом рядовой, то, значит, и велосипед тоже мог. Даже иногда выписывали документы, что рядовой, там, или старшина такой-то от имени полка награждается трофейным велосипедом, что он там не отобран, там, у каких-то немцев, а вот именно, ну, как бы, в принципе, это все равно отобран, просто он уже официально там от имени командовали. И это все массово было? Везлиотно массово, конечно, чего там. Если офицеру дозволялось там мотоцикл, в принципе, ну, не каждому, вот там, ну, генералу по чиновному и машину было привезти трофейную, то в основном, вот, Родион велосипед, вот появились трофейные велосипеды, и движение уже начало набегать обороты, а потом, когда все... А в дальнейшем, кстати, можно было выписать велосипед? Помните, мы говорили, что... Марки, мотоцикл выписать, в общем-то? Насчет велосипедов, не знаю, но, наверное, да, я допускаю, что если по репарациям работала Германия, то можно было... Ну, в общем, не исключено то, что именно... Вот, а потом... Именно это распространство, тоже можно было подождать. Опять же, внимание, спорту. Вот еще наш вятский писатель Евгений Мельчаков, он описывал, что в 50-е годы он уже пристрастился спортивному велосипеду, то есть Харьков начал производить спортивный, но это все было очень дорого, было не массово, в основном все было в клубах, может, при их-то вузах, техникумах имелись велосипеды. Кстати, многие, наверное, уже и не помнят, что такое спортивный классический советский велосипед. Дойдем, дойдем. Иная форма руля, да? Иная конструкция. Поэтапно мы доберемся. Вот ездили на трофейных велосипедах, ездили на Уралах первых, они были тяжелые, правила черного цвета машины, с широкими массивными колесами на 26 дюймов, обычная незащищенная цепь и звездочка, поэтому в основном ходили в сапогах, вот это было нормально на велосипеде, а потом стали, уже появилась мода штанину подворачивать. Ну, тогда и да, мы стали ходить все-таки не в самых длинных юбках, уже где-то длина достигла колена, но, тем не менее, на велосипеде было проблематично, но, а что тут уже вся, и эти почтальон, и в спецовках, в шароварах, они уже, велосипед был и рабочим транспортом, вот так, к началу 60-х, в час пик. А это как-то, простите, это как-то все само собой развивалось, или некая пропаганда была, вот смотрите. Велосипед для здоровья полезно. Ну, такую пропаганду и рекламы я особо и не встречал, вот где-то попалось только из 50-х годов два молодых человека, они размахивают сберкнижками, и было написано, денег накопил, велосипед купил, и оба держатся, и это велосипеды. Репаганда, социальная реклама. Ну, а с чего там студента, откуда у студента деньги на велосипед накопить? Вот это более-менее все стало доступно в 60-е годы. А так, чтобы на велосипеде на работу поехать? Да, потому что это было хорошо. Ну, всегда, конечно, у нас чем на ветке, что климат суровый, и очень мало месяцев дозволяющих. Это сейчас продвинутые люди, зимой идешь, метель где-то, и загребит себе велосипедист, объезжает. Ну, может быть, раньше это в 60-е, не поняли бы такого. Ну, летом, когда ходил троллейбусом и возил рабочих на Лепсе, на филейку, там народу была дикая масса, в час пик, ехали на крыше на подножках, висели в дверях, то, естественно, полный комфорт, нету транспорта, и утром по прохладе какой-то можно было вполне на велосипеде. Вот куда его девать? Паркова не было, привязать, пристегнуть, замков тоже не было. Вот это была проблема. А своровать вполне могли. Да, могли. Если ты знаешь, на что не мозгли. Да, без присмотра. Да, это просто. И люди были с высокими моральными качествами, чтобы они отказались от непривязанного, прислоненного к дереву велосипеда. Да, в любых время. Хотя, с одной стороны, вот не такие работы. Например, у меня велосипед, ну, такой, вот я сейчас не помню, то ли он был немецкий трофейный, то ли это один из ранних Уралов. Он у меня стоял в хрущевке между третьим и четвертым этажом, все лето на площадке, и фактически не было никаких этих кодовых замков, ничего, фактически никто там, не было поползновений. И даже не думали, что как-то нужно его все-таки зафиксировать. Ну, мы иногда ворчали, что он поставил там, ну, баб и такие, что он поставил там. Мешает хажать. Моему упитанному организму мешает там ходить по площадке. Ну, вот масса явлений все-таки стала к 60-м годам. Как правило, тогда уже возникали целые линейки велосипедов на любой кошелек, на любой вкус и на любой возраст. Конечно, вот не было в магазинах этих нелепых педальных корзинок каких-то или там пластиковых и тайских велосипедов. Даже детский велосипед, он был рассчитан на века. То есть это была сварная металлическая конструкция, железные колеса со спицами. Он был покрашен даже не краской, это эмалью у меня был, это была плавная трубка вот из окна вот такой вот формы. Полукругом рулен, два задних колеса, между ними площадочка, чтобы можно было стоять. И педаль на переднем. Он был неубиваем. Его, я думаю, что можно было несколько раз выкинуть с балкона четвертого этажа, и с ним бы ничего не случилось. Ну, может, там небольшая восьмерка. Вот поэтому... Какая судьба его поставила? Ездили двором там на нем, и по пять, по шесть человек там разгонялись. Ой-то гор, и под гор, о, там пылили. Конечно, их пневмашин там на нем не было. А что, металлические опыты? Нет, были литые, литые. Это вот были такие детские велосипеды. И тогда и во дворе, ни у одного меня, смотришь по старым фотографиям, вот в старых хрущевках-то и полно-полно этих самых детей, туда-сюда, на таких вот железных советских велосипедах есть. И даже есть книга, это как бы путеводитель по Ирову 58-го года, где есть великолепная гравюра, что всегда у нас густонаселенное движение брауновского народа у Нейермага. Тогда еще новый Нейермаг его называли, который старый на Ленина. И там обязательно, конечно, был какой-то мужчина в шляпе, в пальто и со свежеупленным детским трехполезным велосипедом. Ну, не было такого культа. Это в Китае. В Китае в 60-е годы там считался признак зажиточности, если ты имеешь три крутящихся. Крутящийся это был велосипед, это были часы, и это была швейная машина. Швейная машина и часы у нас были тогда, мы жили богаче. И третий крутящийся велосипед стал просачиваться в нашу жизнь. Но, скажу, не только в нашу. Это была общемировая практика. Вот даже мечтали не только советские дети о велосипеде в 50-е, на грани 60-х лет. И не так давно я читал записки Джона Леннона, который был еще учеником и школьником, который мечтал о велосипеде. В общем, такая глобальная темнота. И тетка ему купила велосипед, и он не мог на него налюбоваться. Он прямо не отходил от него. А да, он ночью спать, то он положил велосипед спать рядом с собой на кровати. Это Леннон. Ну, что понятно. А что же? Ну, конечно, спать. А он непонятно всегда. Я спать не укладывал, но тем не менее, я просто на него любовался. И даже когда была еще не сезонная, не погода, я на него залезал. Он стоял прислоненный к серванту в доме. Вот я просто мог на нем посидеть. Да, вы же представляете. Или немножко сделать кружок, несколько метров. В квартире, да? Это же внешний вид, блеск, резина, свежая. Хром, свежая краска у меня. Конечно, когда я вырос из велосипеда, я учился в первом классе, мне было 7 лет. И вот, видимо, учитывая мои просьбы, да и общий настрой, и то, что во дворе там была целая детская банда на велосипедах, то нельзя было отставать, и купили мне велосипед школьника. Ярк, красного цвета, как пожарная машина. Стоил он 21 рубль. Ну, зарплата была, ну, 120 рублей, скажем так. Где-то нормальная зарплата. Шестую часть зарплаты, собственно, пришлось от... Даже вот, если сейчас посмотреть, то это нормально. Для такого уровня велосипеда, там была кожаная сумочка за сидением с инструментами, там был насос, который... Универсальный ключ. Да, вот эти плоские ключи. Вот, и состоялся первое. Самое сложное, это было, конечно, начать ездить. Как-то я пытался... Научить. А нет, вот еще до этого, интересно, был такой... Да, да, между детскими и уже двухалесными был такой легендарный советский велосипед под названием «Ветерок». Он был трехалесным, у него рама вот под сидением, она не углом была, она просто раздала, тонь-тонь и трубочка раздала, и плавно закручивалась. У меня был такой, да. Он чем отличался? У него такие же были литые резиновые шины, вот. Можно было ездить на трехалесном, это уже степенные подросшие дети, но они мечтали о двухалесном, поэтому можно было когда-то снять одно олесо и установить в раму оставшиеся, получался двухалесный. Но у него была особенность, у него не было редки, и не было вот этого скольжения. Это остановило педали, и велосипед едет. Поэтому надо... Ты едешь только когда крутишь и крутишь, и крутишь. Поэтому вот у нас был такой, во дворе такой приятель небольшого роста, вот он хотя уже учился в средних классах, у него был ветерок, и он очень бойко гонял. Но он выдыхался, он пролетал сто метров, и все, уставало, надо было. Вот, конечно, двор над ним смеялся, но потом ему купили шикарный, уже более такой продвинутый велосипед. Вот шел сюда, помнил название Орлена по Паргалтис и по Эстонс. Не подскажу. Ну да, вот это его название было написано. Он был голубой, тоже с такой закруленной рамой, такой голубого цвета, весь хромированный такой жикарный велосипед. Ну, а начиналось все, в общем-то, со школьников. В общем, в 60-е годы велосипедизация происходила потому, что, а, были доступны велосипеды по цене, уже были... Б, был неподдельный интерес такой, и как-то было где держать, не было опасности такой, что собьет машина, что надо было куда-то ездить по двору, и вот эта масса, в общем, все это способствовало тому, чтобы жители города ездили на велосипедах. Да, велосипеды это жизнь, чтобы куда-то двигаться, но подвигаться, остановился, упал. Начала будет небольшая реклама Евгения Питунина, именно с ним мы беседуем, о истории велосипедов в нашем городе, продолжим через минуту. Мы уверены, что сейчас многие наши слушатели вспоминают свое детство, свои велосипеды. Евгений Питунин, историк, королевед, руководитель музея ВетГУ, президент Вятского ретроклуба, помогает нам вспоминать об этом. Что, движемся дальше, 60-е, 70-е? Это все рост плавный, да? Да и сам вопрос. Количество велосипедов, велосипедистов. Ну, в стране был даже какой-то культ. Государство всячески в 60-е годы препятствовало появлению частных машин, но велосипедизация общества способствовала. Был даже какой-то знаменитый фильм в 60-е годы про какой-то городок, где все люди тотально ездили на велосипедах. А интрига была в том, что на спортивный велосипед сел какой-то человек, который якобы вообще не умел ездить, и он попал на какой-то гонку, где весь город гнал на спортивных великах, и он показывал необычайные трюки, то есть Паузи Жордач там промчался через реку, там еще, еще, еще. Я вот не помню название, но... Отечественные фильмы? Отечественные, в том-то и дело. Конечно, многие трюки были взяты уже из прежних импортных комедий, но тем не менее это был такой захватывающий велосипедный вестерн. Вот, ну и, конечно, вот этап, давайте отследим, железный трехколесный велосипед без названия, но наим такой. Потом, если повезет, ветерок с литыми шинами, с тремя колесами, когда одно убиралось и получался такой переходной, можно было научиться велосипед школьник. Во дворе у нас было два школьника. Мой красный и у моего приятеля был желтый. Он был более древний, и поэтому больше было ручной сборки, например, даже вот эти полпачки на нипелях. Они были на цепочках, там, особый шин такой. То есть он, чтобы не потерялся, он завинчивался. Вот это, кстати, и на ранних советских, вот, Уралах и прочих, и на трофейных тоже. И сейчас унифицированы все у нас, не пиля под автомобильные, а тогда были велосипедные, они сейчас остались. Да, они меньше все-таки были. Следующий этап – это подростковые велосипеды. Как-то вот Орлёнок по лючку, это, в общем, звучало очень по-иностранному. Вот были дамские велосипеды, хотя юбки уже остановились там до Лена, и вообще в 60-е эпоха мини наступила, но как бы для женщин все-таки выпускали. Сейчас не удивить, вот, ну, недавно еще уже было понятие забытое. Теперь вся и велосипеды, вся и рамы, в том числе и дамские, это когда не перекладина от седла до руля, а главное там куда-то вниз были такие дамские велосипеды. Вот, подростковые велосипеды был, конечно, Орлёнок, он был самый лучший, красивый. Были салюты, они были попроще, они были подешевле, зеленого цвета, как правило. Вот, это такой, ну, чуть-чуть побольше школьник велосипед Салют, тоже ездили и сплотировали, класса до седьмого вполне нормально считалось. Хватом пока не было, да? Ну, ведь там не смотрели, например, если был в семье взрослый велосипед, а дети были маленькие, то сейчас вот вы не увидите на улице и не представите, как человек, который не достает до седла, мог ездить, называлось подрамой. То есть у нас даже девочки были, и две сестры небольшого роста, вот был где-то взрослый велосипед, они умудрялись как-то и загнуться под рамой, ногу просунуть второй педали, и вот так вот буквой ЗЮ, и куда-то вот ездили. Особым способом еще равновесия надо было умудриться держать, чтобы не упасть. То есть, что тело-то все равно с одной стороны. Уже способствовало такой тяге велосипедам. И я скажу, что вот была у нас, вот мы жили напротив сельхозакадемии, тогда сельхозинститут, были деревянные дома, вот прямо напротив наших хрущобов, и вот буквально до улицы Ленина и дальше движения не было. Ну и летом они, Олах, вот едва, вот едва наступало там 1-2 июня, у нас человек там до 10-15 с велосипедами собирались со всего двора, и, конечно, ну да, вот под конец лета там, понятно, там ездили, когда в садах зрели там и слые противные сливы там, и это вечно зеленые яблоки, то куда-то подъезжали к забору, и в крапиве оставляли все свои 10 велосипедов, и кого-нибудь, кто там оставляли на стремя одного стеречь велосипеда, остальные лезли через, знаете, из разных планочек, там у жордача заборы были, ездили тырить эти сливы или яблоки, вот. Но я скажу, что вот и так пытались, могли в сад куда-то съездить друг к другу, даже вполне нас на велосипеде отпускали в средних классах, что я поеду, мы на великах, на великах, вот даже говорили тогда, что Британия – это вообще страна от слова «велик», там ее назвали, на реку, на пляж, собственно, летом тоже. Мы-то не ездили как-то, потому что на пляжи и стащить могли, да и по песку там было довольно проблематично, но на пляжу стояли иногда велосипеды, копанные в песок, там на них висели элементы одежды у человека. А так вот польза была не только в том, что мы там получали такую-то там спортивную зарядку, качали там мышцы и учились держать равновесие, а это было довольно сложно. Вот я начинал учиться вообще с ящика, вот, я там стоял у подъезда ящик, даже на своем школьнике, и даже случилось так, что я в первое еще, когда плохо ехал и рулил, я сбил, умудрился сбить свою одноклассницу, вот, как раз между домами она пропазалась. И потом уж дядь какой-то понес хлопать, верн на плечо с этой хлопал, и я вот в него въехал, потому что не сумел затормозить. Ну, это у каждого, наверное, были свои-то истории. Вот о пользе не в том, что... Не говоря о падениях, да? Да, ты научился виртуозно ездить, научился там на заднем колесе, научился без рук, там, стоя на раме, а то как, у кого фантазии хватало, но пацаны приобретали технические навыки, что было очень полезно, потому что вот, например, была большая длинная асфальт перед ней, и вот там раскладывались эти велосипеды, и все из нас уже потом знали, как там разобрать педальный узел, промыть бензин, и смазать солидолом, чтобы подтянуть цепь, выправить восьмерку. Вот я и сейчас, в принципе, умею полностью оспецировать лесу. Не возьмусь, а вот восьмерку поправить или что-то. То есть это было интересно, то есть ты и делаешь чего-то, и в то же время вот ты представляешь. Потом это очень помогло при переходе на другой вид транспорта, и на мотоциклы, на машины. То есть ты не боялся, не стеснялся, не боялся держать гаечный ключ, и то, что руки твои измазаны машинным маслом там, или чего-то. Или солидолом. Да, и поэтому считалось престижным. А как запчастями, кстати, было делать велосипедными? Я вот прекрасно помню, в детстве постоянно была проблема найти подшипники. Подшипники найти, поменять. Нет, запчасти проговались. У нас самый ближний магазин был, «Спорттовары», который сейчас есть на Октябрьском, они там 8, 72. Вот там «Спорттовары», там был огромный отдел запчастей велосипедных, там было все, и стоило это копейки, можно было. И ведь тогда, как там престижно считалось, когда твой велосипед не скрипит, не ржавый, а протертый, и все, вот перевернешь его, распрутишь, и все сидят и смотрят, колесо твое не вихляется, оно вертится, вертится, вот там 5 минут выбег леса, ну, круто, ты, уважаемый человек, ты можешь следить за техникой. А украшать велосипед там? Всевозможность ли это возвращать или отражать? Ну, как-то у нас особо не было принято, а вот потом уже стали заматывать спицы проволок, когда не было специального тюнинга, заматывать спицы проволок. Когда крутится красиво же, какой-то рисунок создается, да? Потом, и это были пластмассовые инструкторы стали появляться, вот эти вот пластиночки из инструктора, которые можно вставлять между спицами, квадратики между спицами, и это фото, отражения, а так специальных наворотов не было. Вот тот делал позднее уже, позднее после нас и бахрому на сиденье, и бахрому на руль, вот эти вот, да, но это уже, да, там хиппи начались, да, вот это индейская бахрама, всюду-всюду, то уже следующее за нами пополение уже украшало свое великое, а у нас считался классический, хорошо отрегулированный аппарат, чтобы, вот после школьника у меня был большой, наверное, советский велосипед, мой дядя работал в райцентре, вот, и летом я поехал, они улетались на этом велосипеде, а у них лежал он без дела, и вот они мне его отдали, и из села Нема я ехал на автобусе Пазик, это было 6 часов, был я шестиклассник, и я стоял на задней площадке, и вот 6 часов стоя, порядка 150 километров, по-моему, я по Патриасской дороге я держал свой велосипед и привез его в Ирех сюда. Были довольны очень? Ну, на нем я совершил подвиг первый, то есть был 1972 год, были август 1972, были торфяные пожары, город был в дыму, и впервые у нас запретили выезд из города, что посты ГАИ, и нельзя выезжать. А мне так стало интересно, это не выпуск, а что там, шлагбаум или что-то, я поехал, я доехал до Разверт и на Макаре, ну, стоит ГАИшная машина, я спокойно проехал в сторону, туда, в сторону Порошина, на меня ноль внимания, я развернулся, машин нет вообще никаких, проехал обратно, на меня снова эти ГАИшники не смотрят. Я опять поехал, а мне надоело разворачиваться, я поехал, и поехал, и поехал, и поехал, и доехал до Зонихи, вот говорят, что там, сегодня в начале передачи вспоминали эти, в 908 году доехали до Слободсмурга, вот я доехал до Зонихи, и свернул на обочину, упал в траву, рядом с велосипедом, и с ужасом стал думать, как же это мне, куда я забрался, ехать обратно. Ну, обратно доехал уже на заходе солнца, посмотрел эти красивые пейзажи, закат такой, но потом на неделю, наверное, у меня всяческое желание кататься. Это же как голодный, злой, жажда. Ну, тогда по тем временам как-то все это не так сказывалось. Не так не подочущалось. Была одна цель у будущего комсомольца добраться до дома, а чувство голода, холода там и прочих потребностей, оно как-то отошло на второй план, доехал. Вот. Номера надо было иметь также, ну, больше какие годы? Велосипедные были, 60-е, даже 70-е. Номерок был такой примерно 5 на 8 сантиметров черного цвета и на нем были две буквы вверху ГЧ, например, а внизу номер 32. А ГЧ это что? Просто вот сейчас ТТЛ там и прочее. Случайные числа. И надо было, ГАИ было уже на Энгельса тогда, надо было получать. Я однажды пытался, но почему-то вот у нас, когда было мало машин, в ГАИ были дикие очереди, там, регистрацию на получение номеров. Когда машин стало много, очереди все равно стали дикие, когда стало совсем много, то, наконец-то, сейчас что-то сделали, что очереди не такие. Тогда я пришел. А номера, кстати, мог только совершеннолетний получить на велосипед? Да нет, на велосипеде с 14 лет можно было ездить и все. Ну вот, а это уже все с определенного возраста считалось велосипед такой, ну, отходил на второй план, а актуальны были только спортивные велосипеды. И вот тут мы подходим к... Минута у нас только осталась. Что же такое спортивные велосипеды? Спортивные, это велосипеды с тремя правилами, пятью передачами. Делал их Харьбс и Завод. Был спортивный у нас настоящий на труп это старт шоссе. Был попроще спорт, отличный велосипед уже на шинах труп, и это такая труп, без шинах, амера в одном, они пололись, конечно, и все. Вот это был герой двора, спортивный велосипед, вот у меня перед армией был старт шоссе с рогами, бараньями рога, вот это... Посадка иная уже. сейчас вот подобное. Был попроще турист, и совсем простой, только с задними передачами, без передачи на педали, спутник такой стоил, он 98 рублей, достался он после армии, вот это было уже... Их тогда называли гоночные там велосипеды или спортивные, вот это было очень престижно, учащихся в школе в советские годы иметь такое... И прям по скорости они обычные велосипеды это прилично, да? Да, было... Бабганино. Конечно, было ездить легче, он сам и весил легко, рама была... Они сейчас ценятся, вот хоррис и рама старше сани подлежат тюнингу, вот, и рамы эти уже на уровне велосипедов, которые стоят несколько тысяч долларов, вот они... Исполнены были, то есть с надежностью, с геометрией правильной и все. Вот, а потом уже, конечно, сохраняли, вот, наверное, все студенчество, кто-то и всю жизнь. Вот, я помню, что ездил я еще и работая уже в газете, потому что редактор наш, известный, скажем так, демократ, он обожал велосипед, на банальном Урале ездил, вот, и он снова подверг не только меня, но и прочих. И даже вот я видел, например, у нас известный, известный инорежиссер Дахмац ездил на работу, на телевидение, на велосипеде, на дамском велосипеде, в лютый дождь, в этом, в полиэтиленовом пакете, на все тело одеты. Так что велосипеды это на всю жизнь, рекомендую, вот уже солнце на улице, так что все наклеса и все выезжать. Ну вот так, благодаря Евгению Петурину, мы кое-что вспомнили, да, из истории появления. Чуточку не успели, но ничего, я думаю, наберем материалы и в ближайшее время, как у вас еще возможно. Кого еще и ноги шевелятся, доставать велосипеды из запасников, старые, советские, и вы получите удовольствие в любом возрасте. Спасибо, спасибо, всего доброго, завершаем на этом, на этом программу сделанной вятки. До свидания. Продолжение следует...